МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. 9 мая Республика Западная Армения отмечает День Конституции. 20-е заседание Национального собрания Западной Армении. 32 года назад был освобожден Шуши. На армяно-азербайджанской границе установлено 40 пограничных столбов. Анаит Манасьям приняла участие в ежегодной сессии Глобального альянса национальных институтов по правам человека. Вымышленная история. 9 мая День Конституции Западной Армении, имеющий ключевое значение в государственном календаре Западной Армении. 9 мая знаменательный день для всех армян. В этот день отмечают победу России над нацистской Германией в 1945 году, освобождение Шуши в 1992 году, принятие Национальной Конституции Республики Западной Армении в 2016 году. 19 января выражает нашу волю и решимость иметь независимое государство. И по сути день рождения нашего государства. 9 мая гласит, какое или каким должно быть наше государство. Именно об общих и стратегических представлениях о государстве, о функционировании ключевых механизмов государства, правах и обязанностях человека и гражданина говорит Конституция. Сущность и дух Конституции Республики Западной Армении – это две высшие ценности – государство и человек. Конституционность является выражением гармонии и единства этих ценностей. Конституция является главным гарантом прав и свобод человека и гражданина. В то же время требует от каждого из нас осознание индивидуального долга, так как права, свобода и независимость – это прежде всего высшая ответственность. 8 мая на онлайн-платформе Skype состоялось очередное заседание Национального собрания Западной Армении. При участии председателя Национальной комиссии Национального собрания Западной Армении по культуре, искусству, наследию и традиционным знаниям Армена Петтояна был обсужден ряд вопросов для участия в ближайшие месяцы, в частности в августе и сентябре, во флешмобе армяне Комитаса. Председатель Национального собрания представила подробности встречи в ЗУМ к восьмой годовщине Национальной конституции Западной Армении. Встреча состоялась 9 мая 2024 года в 21.30. Участники заседания обсудили актуальные вопросы повестки дня. Самым блестящим и величайшим достижением в летописи Арцахской освободительной войны это освобождение Шуши. 32 года назад в ночь на 8 марта в 2.30 ночи был отдан приказ о наступлении. Началось освобождение города-крепости Шуши по четырем направлениям. Освобождение Шуши, получившее название «Свадьба в горах», стало уникальной военной операцией. Город, считавшийся неприступным со всех четырех сторон, был окружен горами. Шуши хорошо защищал вооруженный азербайджанский гарнизон численностью около 2500 солдат и офицеров. Освобождение города началось с участием около 3000 армянских солдат. В военной практике такое сочетание сил было абсурдным, поскольку в таких случаях личный состав нападающей стороны должен быть как минимум в три раза больше, чем обороняющийся. Следует отметить, что армянской стране не хватало качественного и современного вооружения. По воспоминаниям командующего операции легендарного Аркадия Тертатова-Сиана, войти в город планировалось 5 мая, но в тот день выпало много снега. Погодная аномалия вынудила армянское командование провести операцию 8 мая. На рассвете 9 мая на разрушенном куполе церкви Сурб-Казачьи-Цот в городе-крепости уже развивался армянский флаг. И даже в 2020 году агрессивная война, развязанная Азербайджаном, оккупация Шуши не могут преуменьшить значение событий 1992 года, роль и значение исторических событий 8-9 мая. На участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской демаркационной линии уже установлено 40 пограничных столбов. Об этом сообщает правительство Восточной Армении. На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Процесс делимитации в Тавуши сопровождается акциями протеста. Протестующие жители Тавуши заявляют, что для них создаются серьезные проблемы с безопасностью. Тем временем власти в Восточной Армении утверждают, что делимитации риски для безопасности снижаются. Национальный совет Западной Армении напоминает, делимитация для армянской нации может быть проведена только по принципу на национальности. Объективно учитывая погромы и преступления, совершенные Азербайджаном против армянского гражданского населения с 1920 года. Установление делимитации границы исключительно на основе административного принципа означает обеление всех преступных государств, которые прямо или косвенно участвовали в совершенном против армян геноциде. Правозащитница Анаит Манасьян приняла участие в ежегодном собрании Глобального альянса национальных правозащитных учреждений в Женеве. Согласно заявлению, альянс контролирует соответствие деятельности национальных правозащитных институтов по армянским принципам, также способствует развитию и защите прав человека. 6 мая встретились представители региональных сетей национальных институтов по правам человека и Бюро глобального альянса национальных институтов по правам человека. Участники обменялись передовым опытом и знаниями. 6 мая также прошла сессия Генеральной ассамблеи Европейской сети национальных институтов по правам человека. В повестку дня дискуссии включен ряд вопросов, связанных с защитой прав человека и верховенства закона. Анна Эдманасян также приняла участие в дискуссии, посвященной теме защиты правозащитников, также руководители и представители институтов омбудсмена. Участники рассказали о проблемах и препятствиях, с которыми они сталкиваются в своих странах в ходе реализации мероприятий. Наряду с политикой деарменизации геноцида армян на их исторической родине и насильственной депортации Баку продолжают политику территориальных исторических и культурных амбиций против суверенной территории Республики Армения, исторической родины и культурного наследия армянского народа. Это комплекс недопустимых действий, целью которых является уничтожение армянского следа. Телеканал Вестерн Армения Тви неоднократно подчеркивал, Баку выдумывает историю и нацеливается на Западную Армению. Внимание Баку сосредоточено на следующем предположении. Если фейковые новости постоянно повторяются, особенно в отсутствии информации, раскрывающей обратное, то фейк постепенно становится общепринятым вариантом и постепенно рассматривается как реальность. С этой целью постоянно звучат и публикуются продолжающиеся заявления нынешних бакинских властей о том, что у них есть территории Западного и Южного Азербайджана. Заявление направлено на то, чтобы иметь историческое прошлое собственной страны Азербайджана и постепенно завладеть территориями соседей, утверждая, что древние земли, так называемые территории, являются родиной и историческим местом рождения азербайджанцев. Укрепляя свои теории желают сравняться с Западной Арменией, однако Западной Арменией имеет многовековую историю и культуру. Азербайджан, существующий едва ли сто лет, желает иметь те же амбиции, что и государство, создавшее историю. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!